Устранение замятий бумаги на принтерах HP LaserJet серии M207-M212 и M207-E-212-E. Если принтер перестает подавать страницы или на панели управления отображается ошибка замятия бумаги, выполните следующие действия, чтобы устранить замятие бумаги. Проверьте наличие замятий в основных областях принтера. Сначала проверьте наличие замятия во входном лотке. Нажмите кнопку «Питание» на принтере, чтобы выключить его, и отсоедините кабель питания. Откройте дверцу доступа к картриджам. Держа за ручку, извлеките картридж с тонером из принтера. Спереди принтера снимите крышку с входного лотка. Извлеките все неплотно уложенные листы бумаги из входного лотка. Проверьте наличие замятой бумаги во входном лотке. По возможности вытаскивайте замятую бумагу двумя руками, чтобы не порвать ее. Загрузите бумагу во входной лоток и отрегулируйте направляющие бумаги. Установите на место крышку входного лотка. Затем, держа за ручку, вставьте картридж с тонером в принтер. Закройте дверцу доступа к картриджам. Снова подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания на принтере, чтобы его включить. Повторите попытку печати документа. Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается, проверьте замятие в основании принтера. Нажмите кнопку питания на принтере, чтобы выключить его, и отсоедините кабель. Снимите крышку лотка и извлеките все неплотно уложенные листы бумаги из входного лотка. Удерживая принтер обеими руками, переверните его на бок, чтобы получить доступ к его нижней части. Сдвиньте синий фиксатор панели доступа. Снимите панель доступа. Проверьте наличие замятой бумаги в основании принтера. По возможности вытаскивайте замятую бумагу двумя руками, чтобы не порвать ее. Совместите и вставьте панель доступа. Сдвиньте синий фиксатор, чтобы заблокировать панель. Удерживая принтер обеими руками, поверните его и установите в обычное вертикальное положение. Загрузите бумагу во входной лоток и отрегулируйте направляющие бумаги. Установите на место крышку входного лотка. Снова подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания на принтере, чтобы его включить. Повторите попытку печати документа. Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается, проверьте замятие в области картриджа с тонером. Нажмите кнопку питания на принтере, чтобы выключить его, и отсоедините кабель питания. Откройте дверцу доступа к картриджам. Держа за ручку, извлеките картридж с тонером из принтера. Проверьте наличие замятой бумаги в области картриджа с тонером. По возможности вытаскивайте замятую бумагу двумя руками, чтобы не порвать ее. Затем, держа за ручку, вставьте картридж с тонером в принтер. Закройте дверцу доступа к картриджам. Снова подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания на принтере, чтобы его включить. Повторите попытку печати документа. Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается, проверьте замятие в заднем дуплексере. Нажмите кнопку питания на принтере, чтобы выключить его, и отсоедините кабель питания. На тыльной части принтера откройте заднюю дверцу доступа. Проверьте наличие замятой бумаги в заднем дуплексере. По возможности вытаскивайте замятую бумагу двумя руками, чтобы не порвать ее. Закройте дверцу доступа с тыльной стороны. Снова подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания на принтере, чтобы его включить. Повторите попытку печати документа. Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается, перейдите к следующему шагу. Сброс настроек принтера может устранить ошибки замятия бумаги, даже если фактически замятия нет. При включённом принтере отсоедините кабель питания. Отсоедините другой конец кабеля от источника питания. Подождите не менее 60 секунд. Снова подсоедините кабель питания к источнику питания. Компания HP рекомендует подключать принтер к электрической розетке. Подсоедините другой конец кабеля питания к принтеру. Принтер должен включиться автоматически. Если он не включится, нажмите кнопку питания. Повторите попытку печати документа. Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается, перейдите к следующему шагу. Если проблема не устранена, обратитесь с принтером в сервисный центр. Обратитесь в компанию HP для сервисного обслуживания и обслуживания по гарантии. Откройте вкладку «Плейлисты» на сайте YouTube, чтобы найти видеоролики HP на других языках. И найдите на нашем канале официальные видеоролики службы поддержки HP. Продолжение следует...